Англия-Дания. Онлайн-трансляция второго полуфинала Евро-2020. Сегодня состоится второй полуфинал Евро-2020. За право побороться за трофей с Италией сразятся Англия и Дания. РБК Украина проведет онлайн-трансляцию поединка. Англия-Дания 2-1. Киаэр-Автогол 39, Кейн 104, Дамсгар 30,113. Стерлинг убежал в контратаку и отпасовал на Кейна, но тот с хорошей позиции не смог ни пробить, ни прострелить. 111, менее 10 минут до конца овертайма. Англия отошла в защиту, пытаясь сохранить счет. Вот он прагматизм Саутгейта. Появилось и видео самого Фолла на Стерлинге. Момент достаточно спорный и точно будет долго обсуждаться. 105, Гриллиша меняет Трипьер. Саутгейт усиливает оборонные редуты. А тем временем начался второй овертайм. А вот и видео гола Кейна. Шмейхель почти стал героем, немного не хватило. Первый овертайм завершился. Дании нужно будет что-то менять. Давненько не видели мы датчан в атаке, но деваться некуда. Остается лишь 15 минут. 104, Гао Оуал. Кейн. Забивает после собственного промаха с пенальти и выводит Англию вперед. Шмейхель удар с точки от Кейна парировал, но Харри оказался первым на добивании. 102, пенальти для Англии. Стерлинг прорвался через правый фланг и упал в борьбе с защитниками. Рефери указал на точку. Проверка ВАР нарушения подтвердила. Поджимает Англия. Сложно Дании уже обороняться. 98, стандарт завершился подбором от стерлинга и ударом с линии штрафной. Но мяч прошел выше ворот. 97, угловой для Англии. 95, замены у Англии. Райса сменил Хендерсон. Маунта Фодден. 94, Кейн. Очень опасно пробивал англичанин с острого угла, но Шмейхеле сегодня не пробить просто. 90, Дания начинает первый овертайм. Еще полчаса отменного футбола мы увидим. После 90 минут Англия имеет статистическое преимущество против Дании. Англичане имеют 13 ударов по воротам, 5 в створ. У датчан 5, 1 в створ. Владение также за Англией, 57 на 43. Можно готовить себе еще кофе. Нас ждет два тайма по 15 минут как минимум. Кейн в последние атаки основного времени мог пробивать метров с 6, но щитники Дании сыграли надежно, заблокировав удар. 90 плюс 4. Очередной стандарт у Англии возле штрафной Дании. Магуайр выигрывает все на втором этаже, но его удар оказался разминочным для кипера Дании. 90 плюс 3. Филипс сильно выше пробил с линии штрафной. Плюс 6 минуты добавил судья. Англия пока штурмует ворота Шмейхеля. Явно не хотят англичане дополнительного. Времени. 88, тем временем замена у датчан. Вместо деления вышел Йонсен. Угловой, к слову, закончился ничем. 88, менее трех минут до конца основного времени, а Дания зарабатывает угловой. 83, еще один штрафной на половине поля Дании, завершился ударом-поворотом со стороны англичан. Верховую борьбу выиграл Стонс, но пробил не сильно и не точно. 79, Кристенсен совершил шикарный перехват, но получил повреждение. В итоге он покинул поле, его сменил Андресен. 74, Кейн упал в штрафной и просил пенальти. В эпизоде защитник явно попал в ногу форварда Англии, но секундой до этого сам Кейн сфалил. 73, чуть не влетел в ворота Дании, курьезный мяч. Маунт подавал с правого фланга, мяч задел кого-то из датских защитников и летел под перекладину. Шмейхель мяч перевел на угловой. 72, первую желтую для Дании, заработал ВАЗ. Датчанин сфалил в центре на Гриллиша, сорвав опасную контратаку. 69, Англия также делаю смену. Вместо Сака на поле. Вышел Гриллиш. 68, замены у Дании. Вместо Стрюгера, Ларсена, Дамсгора и Дольберга, вышли ВАЗ, Поульсен и Нёргар. 64, теперь уже Маунт по воротам пробить смог. До ворот было метров 18, но силы не хватило. Легкий сейф для Шмейхеля. 62, Маунт отлично ворвался в штрафную, получив закидушку от Филлипса, но его удар заблокировали защитники. 58, Дольберг здорово развернулся и пробил с линии штрафной, но удар оказался не сильным и прямо в руки Пикфорду. 55, Шмейхель. Вновь отличный сейф от кипера Дании. Головой пробивал Магуайр в самый угол ворот. 54, еще один опасный стандарт заработала Англия. Кейн грамотно подставился под Меллия и заработал штрафной. 52, опасно за спину английским защитникам забежал Дольберг и пробил с линии штрафной. Пикфорд кончиками пальцев достал до мяча. Правда, после судья зафиксировал офсайт. 49, Магуайр выставил локоть в борьбе с Кьяером и заработал желтую, первая карточка в нашем матче. 48, может быть опасно. Сака на правом фланге вблизи штрафной, заработал стандарт для Англии. 45, начался второй тайм. Все, перерыв. Отличный футбол показывают обе сборные. 45 минут просто пролетели. Есть время выдохнуть и набраться сил на следующий тайм. Отличная игра от Саки во время гола. 39, гол. Англия сравнивает счет. Буквально секундами ранее Шмайхель совершил сумасшедший сейф, отбив удар в упор от Стерлинга. Но сейчас уже был без сил. Сака убежал от. Озвучено Яндекс Спичкайт. Защитника и прострелил вдоль вратарской на Стерлинга. Но того в последнюю секунду опередил Кьяер, срезав мяч в свои ворота. Все же автогол. Сперва показалось, что забил как раз Стерлинг. Вы только посмотрите на эту красоту. Божественный удар Дамсгора со штрафного. 36, Стерлинг вроде и неплохо стрелял, но Кьяер, который стоял в стенке, головой мяч заблокировал. 35, опасный штрафной, зарабатывает теперь уже Англия. Позиция почти идентичная, 30, Гаоооооооооооооооо, Дания выходит вперед. Сумасшедший по силе удар от Дамсгора. Мяч прилетел не совсем в девятку, но удар был очень хлестким и мощным. Пикфорд хоть и прыгал, но достать не смог. Англия пропускает свой первый гол на Евро. Также это стал первый гол со штрафного на турнире. 29, опасный штрафной заработала Дания после розыгрыша ещё одного стандарта. Мяч по центру, до ворот метров 25,25, а вот теперь действительно опасный момент от Дании. Хойберг перехватил мяч в центре поля у Кейна и организовал контратаку, которую с пределов штрафной обводящим ударом завершал Дмсгор. Мяч пролетел немного мимо девятки, 21. Дания немного отодвинула мяч своих ворот и получила гул со стороны Уэмбли. Чувствуется, что Англия играет дома. 16. Пикфорд чуть не привез момент в свои ворота, неудачно начав атаку. В итоге после удара от датчан перевел мяч на угловой. С подачей англичане справились. 15. Удар от Кейна из-за пределов штрафной, но значительно. Выше. Пристреливаются англичане. 12. Первый угловой для Англии. Но игроки Дании с подачей легко справились. 12. Достаточно мощно пока выглядит Англия. Дания пока же не может нащупать ритм этого матча. 9. А вот и ответ от Дании. Стрюгер Ларсен в центре поля обыграл с парнером и чуть не вывел на свидание с Пикфордом Дамсгора. Помог своему киперу Уокер, который догнал и отеснил датчанина. 6. Первый звонок у ворот Дании. Кейн с фланга простреливал на Стерлинга, но тому немного не хватило, чтобы достать мяч. Триш Майхель взял мяч в руки, как показалось после передачи от своего партнера. Англичане апеллируют к рефери, но нарушение не зафиксировано. 2. Жестко начали англичане, заработав уже 2 фола. Ну что ж, поединок стартовал. Первыми с центра поля разыграли датчани. Через несколько час мы узнаем, кто 11 июля сыграют в главном матче Евро. Команды уже на поле, звучат гимны стран. До старта матча остается полчаса. А пока можно ознакомиться со стартовыми составами команд. Англия Пикфорд Уокер Стоунс Магуайр Шоу Филлипс Райс Сака Маунт Стерлинг Кейн Дания Шмейхель Кристенсен Кьяйр Вестергор Стрюгер Ларсен Хойберг Делейни Меля Бритвейт Дамсгар Дольберг Стрюгер Стрюгер Грин Душ Шоу